Сегодня в Гомеле открылся СТИМ-фестиваль. Не смотря на то, что он проводится в сего третий раз, кола ожидающих принять дело им оказалась вельми широким. Программой интеллектуального феста подчеркнулись наши корреспонденты. Аббревиатура СТИМ походит с первых английских литров слов «Навука», «Технологии», «Инженеры», «Творчасть» и «Математика». По коль в Беларуси такие фестивали нельзя назвать массовыми, а «Навуковый фест», который проходит при высшей научной установе у Республицы у Вогулі Адіны. У першыню ягу провели у 2018-м, летось за пандемией зарабили перапынок, все лето вырошили знову одновить традицию. Тем больше, что не глядяши на односто не протяглый час проведений, фестиваль зарекомендовался без лепшага боку. Эта идея приобретает все большую и большую популярность, потому что фундаментальная наука, как и высокие технологии, для нашей страны становится все важнее. Поэтому количество участников с каждым годом растет. Конечно, фестиваль ориентирован на детей, но мы с вами видим, что и университет заинтересован в хороших абитуриентов и привлекает сюда студентов к участию к этому фестивалю. Это и программы доп. образования. Мы видим здесь робототехнические школы, кружки дополнительного образования. Мы видим здесь команды как городские, так и сельские. И мы видим здесь, что даже представители индустрии, они очень заинтересованы в том, чтобы этот фестиваль проходил каждый раз. В этом году стим-фестиваль протягивается два дни. На первом заплановано 16 мастер-классов, которые отыщатся докладных наук. От створения 3D-пирамид и распространения компьютерных гульнов и интернет-додатков. Головная мета – рассказать молодежной аудитории об сучасных достижениях и инновационных распространениях и таким чином выкликать у ее интерес до занятков науково-доследствия деятельностью. Есть дети, например, или молодежь постарше, и развитие их творческого потенциала просто зависит иногда от них самих. А мы уже как более старшие ученые, родители, мы просто должны им в этом способствовать. Просто развивать, смотреть, что у них самое такое вот прям их нужное и помогать им в этом. Другий день стим-фестивалю будет просвечен проведению конкурсов по робототехнице и конструеванию. С паборнествы будут иметь республиканский статус, бо у Гомель приехали команды усих областей, а проча Гродненской. У гэтым годзе до традиционных партнеров с тим-фестивалю у першую чергу айти-компании долучилось так само Головное управление адукации гомельского облывканкама. По великим рахунку, у Беларуси активизуется работа по подрыхтовцам краины до высокотехнологичной будущины. Даречу, в осенью гэтага года у Минску пройдет навуковый фестиваль. Все лето у им приймуть у дел столичные высшайшие навучальные установы, але у 2022 на его плануется запросить студентов зусей Беларуси. Мы видим, что люди, которые приходили в первый год, они приходят и в последующие годы, и люди проводят на фестивале, он проходит весь день. И такая статистика, что они приходят, послушают как будто бы одну лекцию, но остаются на весь день, они проводят там буквально 8 часов. И мне кажется, что это хороший знак, что людям нравится там быть, что им интересно. Олег Синтюров, Александр Лупиненко, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...